Жители 99 многоквартирных домов Сыктывкара должны заплатить за санобработку подъездов. По крайней мере, так решили в одной из управляющих компаний столицы и развесили на подъездах объявления. Но подобные, хоть и непредвиденные расходы, изначально не были включены в тариф на ремонт и обслуживание жилья. Платить люди не намерены. Я уже сегодня услышала комментарий нашего исполняющего обязанности губернатора. Вот это я и беру в основание. Плохо. Плохо. Убирать в подъездах в период пандемии коронавируса управляющим компаниям предписано ежедневно. Протирать перила, подоконники, оконы, рамы, дверные ручки. И такая санобработка проводится. В этом лично убедилась наша съемочная группа. Полы моем, убираем и обрабатываем перилы, подоконники. А что за средства у вас? Хлорка. Отличившаяся управляющая компания на жилищном рынке столицы Коми – тертый калач. Миссия организации представлена на главной странице сайта. Цитата. Мы хотим ликвидировать негативные отношения у жителей нашего города по отношению к сфере обслуживания в жилищном хозяйстве. Стремимся сделать нашу деятельность максимально прозрачной. Каждый собственник жилья должен иметь доступ к информации и возможность высказать свое мнение. Компания занимается профессиональным управлением и эксплуатацией жилищного фонда. По состоянию на 1 июля 2017 года управляющая компания обслуживала 99 жилых домов. Более свежих данных на сайте организации не представлено. За санобработку, по словам директора, должны платить именно собственники. Ведь ради них все это и делается. Кстати, средства дезинфекции жилищники уже закупили. Почти на 180 тысяч рублей. Мы повесили на все жилые дома. Потому что в минимальном перечне это не предусмотрено. Вот эти затраты на закупку. Если нас поправят и скажут о том, что ребята, вы не правы, значит будут рассматриваться в судебном порядке. Если суд скажет о том, что да, мы не правы, значит мы эти затраты оставим на убытки управляющей компании. По словам директора управляющей компании, проводить профилактику распространения коронавируса теперь их обязанность, установленная постановлением правительства России. При этом никто не пояснил, откуда брать деньги на ежедневную санобработку. Управляющая компания здесь действительно финансово будет страдать. Либо будет страдать дом, либо будет финансово страдать управляющая компания. Нужно отметить одно. Управляющая компания не имеет права без общего собрания собственников по строке содержания ремонт что-то дополнительно включать, если это не установлено законом. В своем обращении к населению ситуацию оперативно прокомментировал в Рио главы Коми. Владимир Уйба сообщил, в данном случае нужно искать Соломоново решение. Я дал поручение министерству ЖКХ республиканскому и стройконтролю, чтобы проверили всю ситуацию, просчитали какие-то деньги с тем, чтобы они не ложились ни в коем случае временем на жителей республики. Но в то же время нельзя их перекладывать полностью на управляющие компании, потому что мы тем самым управляющие компании тоже разорим. Поэтому точно найдем решение. Я такие поручения, как я уже сказал, дал. И по результатам расчетов мы примем решение, кто эти расходы понесет. Управляющая компания действительно вышла за рамки закона, нарушила нормы жилищного кодекса. Струйжилтехнадзор взял ситуацию на контроль и в ближайшее время будет решение. Вариантов, прямо сказать, немного. Вообще, дополнительное взимание платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, оно должно осуществляться исключительно на основании решения общего собрания собственников. В данном случае, общее собрание собственников однозначно не проводилось. То есть, если управляющая компания до начислит плату, как она указывает в своих объявлениях, то это будет нарушение требований жилищного законодательства. И такая управляющая компания может понести меры административного воздействия. Также с нашей стороны будут применены меры понуждения устранения нарушений. Перекладывать на плечи управляющих компаний все непредвиденные расходы тоже нельзя. Вероятно, вскоре созреет вариант компенсации из бюджета фактически понесенных затрат. По приблизительным расчетам, ежедневная санобработка мест общего пользования может стоить до 5 рублей за квадратный метр жилой площади. Если бы замысел управляющей компании воплотился за однушку в 30 квадратов, собственникам пришлось бы дополнительно платить по 150 рублей в месяц. А в масштабах всего города это десятки миллионов. И наверняка обычная хлорка столько не стоит. Алексей Корчма, Павел Люлианмин, телеканал Юрген, Сыкливкар.